Я был настроен крайне скептически в том плане, что стоит ли ехать туда после того, что какой вызов был брошен российскому спорту и всей нации. И сегодня я бы сказал, что может быть стоило гораздо жестче отвечать на это все. Но раз уж принято такое решение, раз уже ввязались в бой, ну конечно, как сказала почетная гражданка города Донецка Елена Исенбаева, надо выступить так, чтобы мир содрогнулся. Ну вот сейчас немножко мир, конечно, колышем. Ну, такого масштаба допинг-скандала я не припомню, а политических мотивов я могу припомнить сколько угодно. Моя самая любимая Олимпиада, которую я видел и которую я помню, я не очень хорошо помню Олимпиаду 76-го года, я был мал, я был совсем дитя, хотя кое-что помню. Так, отрывочно. А Олимпиаду 80-го года я помню очень ярко, это было такое событие грандиозное для всех. И вот как раз это было еще и в ореоле политического противостояния, когда американцы бойкотировали, ну что-то не американцы, а весь западный блок бойкотировал Олимпиаду. И они это делали, я уверен, не рассчитывая на ответные меры. А потом наступил 84-й год и надо же, вот прям как по сценарию, как все прекрасно сложилось, следующая Олимпиада была в Америке, в Лос-Анджелесе. И тут перед самой Олимпиадой было принято политическое решение социалистического блока и Советские Союзы и его союзники не поехали на Олимпиаду. Если я правильно помню, из соцлагеря поехали только Югославы и Румыны. Ну и еще нас поддержали страны третьего мира, которые выбрали социалистический путь развития. Вот. И, конечно, после такого серьезного демарша, после демарша 84-го года, сложилась ситуация, когда нас были вынуждены уважать. Нас уважали вот до последнего момента, до вот этого года, побаивались, во всяком случае, какие-то предпринимать действия против, в данном случае, России. Ну, Россия, Советский Союз, Россия правоприемник все равно. Вот. А теперь они, видимо, посчитали, что уже могут нам хамить открыто и нахально. Конечно, это крайне неприятно. И, видите, в принципе, в 80-м и 84-м, на Олимпиадах 80-го и 84-го года все это было замешано на политике. Но, как по мне, это было во всяком случае честно. Так и говорили. А вот политикам. Вы нам не нравитесь, вы там ввели войска в Афганистан, поэтому мы к вам не приедем. Вот бы сейчас исходить из этого, да, куда ввели войска. Так в Америку вообще в жизни никто никогда не поедет. Они же войну ведут бесконечно. То в Ираке, то Югославию бомбят, то тебе Афганистан, то Сирию, то Ливию. Вот. А теперь, видите, наступили времена изощренные, совсем уж и иезуитские. Поэтому придумали тему допинга. А тема допинга, она очень сложная, она очень неоднозначная. И, видите, какие можно трактовки, оказывается, придумывать. Да, человек уже отбыл наказание. Один и второй. Один из России, второй из США. Из США вопросов нет, из России не участвуют. Вот здорово придумали. Ну а в случае, второй раз сегодня вспоминаю Исенбаеву, просто у меня за нее страшно болит душа. Это великая спортсменка, величайшая спортсменка. Вот тот случай, когда человек наказан вообще ни за что. И это несправедливо, и по большому счету несправедливо. Ну и не говоря о том, что, конечно, то решение, которое было принято по паралимпийцам, но это вообще выходит за рамки всякого понимания. Одно дело обидеть и оскорбить просто спортсменов, другое дело оскорбить паралимпийцев. Это люди, которые превосходят себя каждый день, каждую секунду. Так получилось у них в силу каких-то обстоятельств, или какой-то катастрофы, или просто там заболевания в детстве. Им сложнее живется, чем всем остальным. Но они сумели превзойти себя, показать высокие результаты. Ну и, собственно говоря, я не открою для вас тайны, что российские паралимпийцы, это настолько самые сильные в мире, что там даже рядом никто не стоял. И, конечно, вот такое огульное лишение их возможности участвовать на Олимпиаде, это тот вызов, на который Россия обязательно должна отвечать. Второй вопрос, как? Ну, я думаю, что там будут приняты правильные решения. А наше дело поддержать просто, ребят. Ну, нет, ничего подобного, конечно, не было. Это беспрецедентная история. Но, да, но теперь же создан прецедент. И давайте не будем наивными, не будем думать, что этой Олимпиадой все и обойдется. Впереди большие турниры, чемпионаты мира, Европы и так далее. И вот увидите, помянете мое слово и сегодняшнюю нашу беседу, давление на Россию будет оказываться постоянно на каждом участке. Просто сейчас идет такая война, и в этой сфере тоже. Спасибо. Продолжение следует...